Юлия, рада приветствовать. Здрасте. Повод поговорить именно сейчас, спустя какое-то время. Понятно какое. С прошлой недели время прошло, с субботы. Много чего происходило до этого четверга, прямо скажем. И наш канал волей-неволей в информационное обсуждение вовлечен был. И вот спустя время мы решили все-таки вернуться к теме ракеты, попавшей в Днепр, вот этой присылкой Х-22. Ну, и обсудить в целом ситуацию с ракетными обстрелами, и чем это все грозит дальше, поскольку все это не прекращается. Но, тем не менее, большее понимание сейчас возникает в связи с последствиями всех этих трагедий. Может быть, как предотвратить это. Может быть, какими средствами воспрепятствовали, чтобы новые эти удары не были столь болезненными. Может быть, в связи с сегодняшними установками на крышах ряда, в общем, нам хорошо знакомых, московских зданий, сейчас на Фрунзенской набережной генштаба, где поставили панцирь С-1, зенитную ракетно-пушечную установку, и это все ведь как-то взаимосвязано, понимаете. Удар одних, возможный ответ других и так далее. Но в любом случае я бы хотел начать с этого. То есть, все-таки теперь уже спустя время ракета, которая прилетела в Днепр, ее в принципе можно было сбить, нельзя, чем сбить и так далее. Слово вам, Юля. Мы непременно перейдем просто немедленно почти к этому, но я все-таки именно чтобы понять фон, на котором это происходит, хотела бы начать чуть-чуть с другого. А именно с того, что характер российских ракетных ударов на наших глазах изменился, потому что первоначально было заявлено, что целями являются объекты инфраструктуры, ну, точнее, трансформаторы. Вот война Путина с трансформаторами. Вот Дон Кихот воевал с ветряными мельницами. Путин воюет не с танками, не с ПВО, не с кораблями. Он воюет с трансформаторами, которые, как известно, страшные, кусаются в ответ, засыпают в ответ врага, ядерными боеголовками и так далее. Так вот, значит, первоначально те ракеты, которые летели на трансформаторы, это были достаточно высокоточные, о их точности мы на самом деле поговорим, если будет время. Ракеты, прежде всего, сравнительно новые, ракеты морского базирования «Калибр» и ракеты воздушного базирования, которые пускаются со стратегических бомбардировщиков, «Х-101» и «Х-555». Достаточно, как я уже сказала, точные. Другое дело, что цели, конечно, для них выбирались в основном по гугл-картам, и трансформаторы были выбраны, потому что они, в отличие от некоторых других объектов, можно найти прямо на гугл-карте, военные объекты так просто найти нельзя. И очень быстро выяснилось, что значительно этих частей ракет сбивается. Сначала сбивалось 80%, потом было доведено до 95%. Все это были крылатые ракеты, они летят медленно. Считается, что их очень трудно засечь. Но их действительно очень трудно засечь, когда они летят над морем к какому-нибудь кораблю, а когда они летят по густо населенной земле, то в том числе их люди, например, просто видят. В связи с чем я, кстати, рекомендую нашим слушателям, если они живут в Украине, не лениться устанавливать себе на телефон вот то же приложение, которое рекомендовал Арестовичу. Просто вы можете видеть эту ракету и сделать доброе дело, сказать, что вот она летит, тогда резко повышается шанс то, что ее садят. Такое ситицентрическое ваше будет участие во всем этом деле. И мы видим, что произошло две вещи. Первое. Эти залпы стали гораздо меньше. То есть было 100-120 ракет. Теперь вот последний раз таких ракет вообще летело 32 штуки. И 120 ракет-то это не очень много. Мы к этому вернемся. Но 30 – это уже совсем смешно. И вместо этого летят ракеты совсем другие. Это летят, прежде всего, ракеты С-300 и ракеты Х-22. Не только они, но в начале их, особенно ракет Х-22, вообще не было. Почему? Очень просто. Потому что их нельзя сбить. Это ракеты, которые летят на гораздо меньшее расстояние. С-300 дальше 150 км реально не летает, поэтому ей можно бить только там по Харькову, по Запорожью, но куда-куда ближе. Х-22 тоже летит на 300 км. С-300 имеет скорость 6 махов. Но С-300, напоминаю, ракета зенитная. И она летит на какой-то объект в небе. И у нее головка наведения полуактивная. То есть это что значит? Это головка, которой цель подсвечивается радаром. Соответственно, здесь я буду цитировать моего доброго, знакомого инженера-заработчика РЛС Андрея Горбачевского. Если вы хотите сбить на земле что-то с помощью такой зенитной ракеты, то, чтобы подсветить это дело радаром, во-первых, должны расположить этот радар, но если у вас что-то на расстоянии 150 км, на высоте полтора километра. Но таких горок, возле границы России, как известно, просто нет. Более того, этот радар будет подсвечивать полосу в несколько километров шириной. И где, куда наведется ракета на этой полосе, ну просто как бог на душу положит. Соответственно, ракеты С-300 используются, на самом деле, в качестве булыжников. То есть они запускаются. Как я уже сказала, у них действительно огромный, они летят со скоростью 6 махов, но они сначала летят, потом двигатель выключается. К этому моменту ракета не маневрирует, а к этому моменту она просто летит по баллистической траектории, так же, грубо говоря, как запущенный полыжник. Соответственно, место ее попадания вычисляется так же, как в XVIII веке начинающий артиллерийский офицер Наполеон Бонапарт вычислял попадание снаряда. Точность попадания мы сами прекрасно понимаем. Соответственно, в трансформатор таким способом попасть сложно. Зато можно доложить президенту Путину, что ракету не сбили, потому что сбить ее действительно невозможно. От слова совсем она буквально за несколько секунд пролетела. А с ракетой Х-101 ситуация немножко сложнее, потому что, она, во-первых, чуть-чуть помедленнее летит. Она летит со скоростью от двух махов, если она летит на высоте 10 километров, и до 3,5 махов, если она летит на высоте 20 с лишним. И, соответственно, чисто теоретически ее можно перехватить той же самой С-300. Ну да, собственно, поскольку у Украины С-400 нету, то мы не будем обсуждать вопрос, можно ли перехватить С-400. Чисто теоретически ее можно перехватить и Буком и С-300, но когда вот я обсуждала вопрос о том, можно ли ее перехватить практически, то все мои друзья, которые понимают, как это выглядит с практической точки зрения, начиная от Романа Светана, который просто является бывшим летчиком, человеком, который эти ракеты живьем видел, до Павла Лутина, известного военного эксперта, они сказали, что вот как в известном анекдоте. теоретически оно можно, практически анекдот мы приводить полностью не будем. То есть, да, даже были ситуации, когда эту ракету сбивали на совместных украинско-российских учениях. Вот так вспомнить, что были еще в 2000-х годах совместные российско-украинские учения. И, соответственно, ну на учениях это, понимаете, знают, откуда эта ракета летит, знают, куда она полетит. В общем, на учениях люди, конечно, подыгрывают друг другу, сбивали, если я не ошибаюсь, самолета. Соответственно, ну, например, если ракета летит на встречном курсе, да еще там прямо ей по пути стоит установка ПВО, то, как я уже сказала, да еще это вот на взлете, когда ракета сравнительно медленно набирает скорость, то да, в принципе, эта ракета, кстати, очень хороша же видна, она большая, здоровенная, тяжелая, на экране радара она очень хорошо видна, да еще она раскаленная. То есть, если успеешь ее увидеть и если успеешь запустить ракету, то теоретически да. А практически выбирается то место, где, как известно, ПВО нету. Совершенно не случайно в этом смысле. Мне кажется, что Днепр просто даже хуже защищен, чем многие другие города. Пускается все это где-то с Курска, потому что все это взлетает, Ту-22 базируется в Шайковке, под Калугой, значит, они взлетают с под Калугой, пускают все это с Курска. Соответственно, на территории России это еще невозможно сбить. Карка-ченваря практически нет. В этом смысле возникает вопрос, а что же там украинские военные рассказывали, что они Х-22 сбивали? И мне, конечно, очень неловко это говорить. Да, приводили отдельные пользователи пабликов, что вот, смотрите, были сообщения полуофициальные в СМИ о том, что Х-22 сбивали. Много такого звучало об этом. Вот мы с Романом Светановым тоже обсуждали этот вопрос, и не вопрек в СУ будет сказано, что тут, видимо, все-таки действовал немножечко синдром Коношенкова. Потому что, знаете, все-таки эти две армии иногда еще когда-то давно были одной той же армии, и некоторые люди еще не до конца. И вот знаете, вот когда летит... Эти же ракеты очень часто падают, потому что это хлам... Сейчас мы к этому моменту перейдем. Это древний хлам, который лежит в сарае, который не факт, что вообще всегда умеет летать. Мы не знаем, сколько таких ракет упало просто на территории самой России, когда запускалось. Они же все эти ракеты почему запускаются над водой? Я напомню, это касается даже не только Х-22, это касается и более современно Х-101. Но они могут упасть. Да, потому что они могут упасть. Там вот Х-101 запускают над Каспием и траве или тюленей, потом их запускали над Волгой, и они тоже иногда не совсем шлепались Волгу, а шлепались по соседству. И такая ракета... Сейчас мы дойдем до этого. У нее около 300 метров. Вот она себе вообще сошла с курса, упала. Ну, слушайте, ну и тут идет украинский зенитчик. Видите, бесхозная ракета, упала одну. Но почему мне доложить, что я ее сбила? Марк, я вам расскажу самую знаменитую из этих упавших ракет. Это было в 70-х годах. Дело в том, что Х-22 начали разрабатывать в 58-м году и так очень долго не могли довезти дома. И вот дело дошло до 70-х годов, она была вся еще сырая, ее все еще испытывали, а тут подоспела, а она же делалась для ядерной боевой части, и тут подоспела идея, что сейчас запретят ядерные испытания. Взяли ракету сырую, привесили на нее настоящую ядерную боеголовку, запустили на новой земле, она сбилась с цели, сам ликвидатор не сработал, она полетела куда-то, куда глаза глядят, ударилась в горку, от этой горки проскользило еще четыре километра в долину, там зарылась в снег и, в общем, пропала. Еще раз повторяю, у ракеты ядерная боевая часть, живая, которая в любую секунду может взорваться, потому что она приведена в соответствующее состояние. Пошли на лыжах искать, нашли ракету, проложили 15 километров кабеля, подорвали, вот как бы с тех пор она не исправилась. Если мы ожидаем следующих ракетных атак, ничего не поделаешь, они будут, с учетом появляющихся новых видов и возможностей для Украины, предоставленных западными партнерами, которые, ну, в общем, и Патриот, и все остальное, вот этот вот процент сбития, да, я почему, собственно, тот злосчастный эфир, который был у нас с Арестовичем, мы же, собственно говоря, хотели выйти на тему, а вообще можно увеличить количество сбиваемых ракетных, как поднять процент, да, там, долетает из 30, там, не знаю, там, 10, а как сделать так, чтобы, ну, одна хотя бы, ну, две, вот о чем речь. И поэтому он так зашло, ну, ну, вот пытались, ну, вот. А, в принципе, так сказать, вопрос все тот же. Как увеличить процент сбиваемых над Украиной ракетных? Ну, в пределе, чтобы вообще ни одна не долетала. Это, наверное, невозможно, я так понимаю, но что надо сделать? Какие есть средства, которые необходимы Украине для того, чтобы этот процент увеличить? Вот сейчас мы к этому подойдем, и есть очень короткий ответ, что мы же видим, что Путин не зевает, или его люди из генштаба не зевают, они поняли, что хорошие, приличные ракеты, которые умеют попадать в цель, сбивают, и именно поэтому они стали доставать всякий ракетный СОР типа С-300, который сбить реально очень тяжело, я не знаю, может его сбить Патриот или нет, но я думаю, что мы в ближайшее это время увидим. Х-22 точно Патриот, конечно, может сбить. Это без всяких вариантов. Мы же должны не забывать еще, что, в общем-то, эту ракету перестали, ну, на самом деле она абсолютно бесполезна для того, для чего она разрабатывалась, для того, чтобы поразить ею авианосец, потому что, конечно, авианосец, который хорошо защищенный, который все видит и слышит. Да, так просто не поразишь. Да, это вам не девятиэтажный дом, авианосец имеет несколько другие степени защиты, собственно, поэтому эти ракеты в свое время и отправились на свалку истории. Но есть очень важная деталь, которую мы недообсудили, это, конечно, именно как целится эта ракета, потому что, как я уже сказала, мы видим характерную тенденцию. Во-первых, уменьшение количества ракет, а во-вторых, вместо того, чтобы ракеты были сравнительно точными, выбирают ракеты быстрые, которые гораздо тяжелее сбивать, но которые, в том числе в силу своей просто моральной устаревшести, они не то что не умеют не точно целиться. И я даже спрашивала, а нельзя ли головку переделать, чтобы она целилась? Ответ, как правило, нет. Проще сделать новую ракету, грубо говоря. Я совсем, грубо говоря, говорю. Значит, эта ракета, как я уже сказала, 58-го года зачатия. Соответственно, у нее стоит инерциальная система, она летит не по GPS GLONASS, хотя уж, я не знаю, может, тут ей чего-то успели воткнуть. Она летит, она просто считает повороты, грубо говоря, как помните, там у Конан Дойда, 6 шагов назад, 5 шагов вперед, дальше 20 шагов по прямой и копай здесь. И поскольку это очень старая история, старая электроника, то КВУ, не говорят 300 метров, даже я слышала цифру 600, но я хочу, чтобы наши слушатели понимали, что такое круговое вероятное отклонение. Круговое вероятное отклонение – это вовсе не значит, что ракета отклоняется от цели на 300 метров. Это означает, что когда она прилетает в район, где она будет выбирать цель, она может прилететь в 50% случаях в радиусе этих 300 метров. А в 45% случаях она может прилететь в радиусе 300 метров, умноженные на 2. И так далее, и так далее. То есть при некотором несчастливом стечении обстоятельств, даже просто по ее тактико-техническим характеристикам, она может и за 2, и за 3 километра прилететь. Ее ничего, что называется, не ограничивает. Кроме того, опять же, надо понимать, что все-таки эту ракету делали для того, чтобы бить по авианосцам. Поэтому у этой ракеты стояла, насколько я понимаю, активная головка наведения, что было по тамошним временам довольно круто. То есть, грубо говоря, она умеет целиться в большой кусок железа. Соответственно, когда эта ракета прилетает приблизительно в район, где что-то должно находиться, и тут она видит под собой большой кусок железа, то, поскольку дело теоретически происходило в море, она говорит, о, вот это оно, потому что это не Кит, это не остров, это что-то железное, значит, скорее всего, это корабль противника. Порожок я его. Соответственно, пускать такую ракету над городом – преступление, в принципе. Потому что эта ракета, мы сейчас еще, я надеюсь, хватит у нас времени поговорить о том, как целятся продвинутые российские ракеты. Они тоже хреновато целятся, доложу я вам. Они целятся так, как целились там Агавки в 70-х с помощью системы, которая называется Терком. Но, ну, то есть она по-английски называется Терком, а как она по-русски, извините, я не знаю, называется. Но действует она так же. Но эта ракета, вот это все, что она умеет. И, соответственно, когда ее пускаешь по городу, вот насколько я понимаю, есть основательные предположения, что она должна была целиться в местную ТЭЦ. И более того, вот я даже посмотрела, что там вокруг местной ТЭЦ, там особенно зданий нету. То есть если бы она прилетела с круговым вероятным отклонением приблизительно в то место, то есть некоторые шансы, что она бы попала. Но поскольку она даже близко не прилетела в то место, то она выбрала... Дальше, если честно, я должна к своему стыду сказать, что показания расходятся, потому что у меня есть знакомые эксперты, которые говорят, что да, она может навестись на железную крышу здания. Есть просто люди, которые предполагают, что она может навестись на железобетон, потому что она будет, соответственно, уловить через бетон вот эти вот железные штыри. Но, если честно, самое долгое объяснение мне прислал, опять же, Андрей Горбачевский, который очень долго рассуждал о том, как происходит отражение сигнала радара. Да, но в конечном итоге это вот рассуждение сводится к тому, что надо смотреть на месте, может быть, да, может быть, нет. Я прошу прощения за такую не до конца точную информацию, но вот, соответственно, по тем или иным причинам она навелась на эту гигантскую девятиэтажку, то ли из-за железной крыши, то ли из-за той массы железа, которая есть в этом бетоне, она сказала, что вот это типа похоже на минус. Соответственно, если вы стреляете такой ракетой по городу, неважно, этот город называется Кременчуг, потому что мы помним предыдущую историю, в Кременчуге было же примерно то же самое. Эту ракету, кстати говоря, когда ее пытались перепрограммировать по наземным целям, тоже в 60-е годы пытались отличить гигантские одиночные здания, крытые железными крышами, потому что в то время даже не было торговых мылов еще толком, в этом были в общем цеха. Если такая штука есть, значит, это заводской цех, там делают танки. Вот, соответственно, там был рядом завод, кто-то, так я понимаю, ну это если хорошо думать о российском генштабе или вот этих людях, которые занимаются нацеливанием ракет, то кто-то из них послюнявил карандаш, посмотрел в интернете, сказал, вот в этом заводе есть цех, в этом цеху, в него заходят рельсы, над этими рельсами есть кран-балка, может быть, а может быть и нет, в этом цеху разгружаются хаймерсы. А давайте-ка мы напишем, что там разгружаются хаймерсы, это туда попадется, и мы скажем, что мы уничтожили столько-то хаймерсов. Это полетело, увидело рядом другую железную крышу поинтересней, попало в эту железную крышу, оказался торговый центр. Это преступление, фактически, вот знаете, есть заведомое, причем, военное преступление, все остальное тоже, но это вот просто особенно, потому что нельзя же, значит, говорить, что они не знают, каким круговым вероятным отклонением обладают эти ракеты. И вот есть Хамас, который стреляет ракетами Хасам. Ну, извините, у них точность попадания примерно такая же, только у них, конечно, радиус действия другой, потому что Касам, если я не ошибаюсь, летят километров на 12, потому что это железная труба. Но вот Путин – это такой Хамас, только не с Касамами, а с Х-22. Но вот все-таки вернуться к повышению процентов сбития. Какие средства Украина может получить, чтобы снизить эффективность даже этих уже имеющихся обстрелов? Ну, слушайте, всем известно Патриот. Только они. И какое количество надо, вот если будет лететь, там, не знаю, 30? Я думаю, что, слушайте, любая современная система ПВО, и даже не очень современная, например, израильский кэшет, да, это хорошая вещь, и пусть их количество будет повышаться. Но две вещи я хочу сказать. Первое. Во-первых, не забывайте, что некоторые ракеты, правда, не эти, но вот те самые крылатые ракеты и шахеды, их, чтобы сбить, нужно обнаружить. А обнаружить их совершенно легко. Потому что особенно шахеды, да, они просто летят и шумят. И если вы слышите этот шум бензопилы, ребята, то вот не поленитесь позвонить. И даже как-то, вот я могу сказать, что я с удивлением узнала, что есть приложение просто, которое существует на существующих, на смартфонах. Его разрабатывали то ли Америке, то в Канаде. И оно действует таким способом. Им с их помощью зеленые, зеленые активисты борются с незаконной вырубкой леса. Они идут в лес и привязывают смартфон с этим приложением к стволу. И когда приходят какие-то нехорошие люди и включают пилу, то это приложение само слышит, что пила рядом вяжет и дает соответствующие указания. А вот обратите внимание, господа айтишники, какую хорошую идею в кои-то веки подают зеленые активисты. Понятно. Да. Так. 52 тысячи с лишним насмотра, 14 тысяч. Поставим лайки. Те, кто присоединяется, вся та же просьба. Люди подтягиваются потихоньку. Я напоминаю, что у нас через 30-40 минуты будет эфир снова с Алексеем Морисовичем. Да. Нам надо потихонечку переходить к разным вкусным вещам, если мы хотим успеть сказать. Потому что я вам совершенно честно скажу, что ничего сногсшибательного интересного по поводу того, как сбивать ракеты ХА-22 у меня не будет, кроме советов закупать Петро. Это понятно не от меня и не от вас, Марк, зависит. Тем не менее, мы хотим понять, насколько это все имеет противоядие в виде ракет, которые обещают поставить и когда это произойдет. Да. Но это имеет еще один вид противоядия. Не забываем, что некоторые вещи можно атаковать просто там, откуда они летят. И здесь мы переходим к еще одной части Мерлизонского балета, потому что, как я уже сказала, ракеты, например, ХА-101 и ХА-555, они не то что прекратили летать. Ну, правда, конечно, мы можем сказать, что, скорее всего, их запасы серьезно сократились. Но вот мы видели, что в первых залпах число этих ракет, там было приблизительно по 30 калибров, а все остальные, несколько десятков, это были ХА-555 и ХА-101. А сейчас мы видим последний залп, это, по-моему, 12 калибров и, соответственно, остальные, ну, тоже десяток с небольшим ХА-101 и ХА-555. Что случилось? Ну, понятно, самое простое сказать, что ракет стало меньше, это действительно, мы знаем, что их стало меньше. Но обратите внимание на некоторые другие факторы. Вот, например, что касается калибров, то подбили два корабля прямо в гавани носителя калибров, и как-то калибров сразу стало меньше. Оказалось, что количество носителей калибров у Путина вполне конечно. Что же касается ХА-6, то напомню, что значит есть ракета ХА-55 с ядерной боевой частью, это самая старенькая, она была самая первенькая. Потом из нее сделали ХА-555, она более свежая. И потом из нее сделали ХА-101. Всех их несли бомбардировщики Ту-95 сначала, а потом Ту-160, вот этот вот самый знаменитый белый лебедь, который есть гигантский летающий сундук, стоимость запуска которого абсолютно невероятна. В нем очень холодно, в нем просто только что не рвет шум барабанные перепонки. Астрономическая цена его эксплуатации, насколько я понимаю. Этих Ту-160, если посмотреть патриотическую прессу, их аж 17 штук, а на самом деле, как мне говорил Олег Жданов, если их летает, то летает только 4 штуки. В любом случае, насколько я понимаю, Ту-160 просто в этих запусках не были замечены, потому что это, ну, какая-то абсолютно разорительная история. Запускают их Ту-95, причем тут хитрость. Потому что сейчас, извините, что я погружаюсь в арифметику, но это важно. Дальше же мы дойдем до дела. Значит, Ту-95 несет в себе барабанчик, в которых помещается шесть ракет ХА-55 или ХА-555. А когда разрабатывали ХА-101, то, видимо, тоже хотели ее запихнуть в этот барабанчик, но, как всегда, оказалось, что она гораздо большая, гораздо шире, гораздо упитанней, весит 2,4 тонны, в барабанчик не влазит, сделаны точки внешней подвески. Причем сделали этих пилонов, на которых их может поместиться теоретически восемь штук. И, значит, если посчитать, сколько один Ту-95 способен вести ракет, то, значит, восемь плюс шесть получается четырнадцать. И можно сказать, что никогда Ту-95 не взлетал с полным грузом ракет. Вот в последний раз, когда всего было 32 ракеты, это с калибрами, летело десять Ту-95. И это значит, что, ну, представьте себе, грузовик, в котором едет, не знаю, одна-единственная арматурина. И мешок, в котором лежит одна-единственная морковка. А из-за чего это происходит, сказать сложно, то ли ракета слишком тяжелая, то ли самолеты слишком старые, то ли они просто не могут взять такую ракетную нагрузку. Но, короче говоря, конечно, эти ракеты явно, ну, там этих сто первых подвешивается по две. Ну, я не видела даже картинки, где их было четыре на пилонах. В общем, короче говоря, их подвешивается не так много. То есть это к вопросу о ракетном могуществе Путина. Он хотел погрозить своими толстыми фаллическими ракетами, а как-то вот, значит, с калибрами оказалось не так много, потому что 120 даже это не так много. Это не насыщает оборону. И они вынуждены, вдумайтесь, для того, чтобы насытить оборону, мы знаем примеры. Они стреляют старый Х-55, ядерный, из нее вынимают ядерную начинку, кладут туда болванку. Ракета, конечно, это, опять же, найдено в сарае. Перетряхнули этот сарай, чтобы посмотреть, что это теоретически может взлететь. Это все выдвигается в район Каспия. Это все, как я уже сказала, опростывается над водой, чтобы, если упадет, то концы в воду, в буквальном смысле слова. Да, об этом узнают только бедные тюлени, которые травятся. И эта Х-55, дорогущая, с болванкой, летит только для того, чтобы насытить систему ПВО, что сама по себе является безумием. И, в общем, конечно, если бы не человеческие жертвы, возбуждало бы нервный черный смех. Но, значит, дальше возникает вопрос, что мало того, что этих ракет на самолет подвешивается не так много. Так все эти самолеты базировались, как мы знаем, в Энгельсе, и там они заправлялись, и там заправлялись, и там заправлялись, собственно, ракеты, и там они вешались на самолет. А это не простая техническая служба, это специальная инженерная служба, это есть не на всяком аэродроме, даже аэродроме стратегической авиации. И тут вот в это ядерное сердце Путина прилетает сначала один стриж, потом другой стриж, и все эти Ту-95, как бедные вспогнутые утки, в которых, значит, шарахнули дробью, поднимаются и улетают одни на Амур в Украинку, так называется это стратегическое аэродром, а другие на Кольский полуостров. И, собственно, после этого мы видим, что количество ракетных залпов радикально сокращается, потому что оказалось, что удары двух стареньких дронов, я напоминаю, что такое Ту-141 стриж. Говорят, он немного модифицирован, там переделан под какие-то задачи, не знаю, детали неизвестны мне. Не, ну, слушайте, он не то что модифицирован, если бы он не модифицирован, он бы не мог бы выполнить эту задачу, потому что в оригинале, извините, Марк, помните, как у Станислава Лема космонавты все снимают на пленку, а потом ее проявляют в романе «Эдем». Вот это такой же космонавт, который все снимал на пленку, а потом ее еще надо было проявить, потому что он был для разведки. Все это барахло, которое у него это снимало на пленку, весило 200 килограмм, оно у него было в капсуле специальной, и это все еще надо было вернуть, потому что никакой телеметрии не было, то есть у него еще был парашютик, который помогал ему садиться, и вот это вот все снимающее барахло с пленкой Шосткинского комбината, с Вема или как это там называлось, весило 200 килограмм, а еще парашютик весил 60. Вот все это вынули, поставили обычную GPS-навигацию, и 260 килограмм – это очень и очень прилично, вот оно и прилетело. И оказалось, что в отличие от Министерства обороны, где теперь стоит на крыше панцирь, вот у российского супер-пупер-стратегического аэродрома этой самой штуковины не было. И, как я уже сказала, после этого проблемы с полетами Ту-95 стали видны необооруженным глазом. Кстати, Марк, вы заметили, что после того, как они стали летать скользкого полуострова, они по-прежнему прилетали на Каспий? Ну, потому что это точка, с которой запуск идет, куда же еще? А скажите, Марк, вот мы с вами взрослые люди, да, допустим, вот вы едете, я не знаю, куда-нибудь там, каждый день ездите из города А в город Б, и тут вы оказались в городе С, который к городу Б ближе, чем А. Вы вернетесь в точку А? Хороший вопрос. Зачем? А куда они возвращаются? Я уже упоминала такую штуковину, которая называется Тирков. Я сказала, что две главные особенности ракеты С-300, что она просто летит по баллистической траектории, то есть она в принципе не целится. И как целится ракета Х-22 мы только что обсуждали. А тут же речь про двинутые ракеты, самые супер-пупер ракеты. Да. И вот как, вы думаете, происходит нацеливание этих ракет? Ну, кроме того, что у них действительно есть ГЛОНАСС, но ГЛОНАСС – это же одна система, да, а вдруг откажет, а вдруг чего-то заблокирует. Какая вторая страхующая система, согласно которой эти ракеты летят? Какая? Окей, значит, как я уже сказала, есть такая по-американски эта штука называется Тирком, и это система ориентирования, вы не поверите, по рельефу. Да. Действует она, грубо говоря, я сейчас очень примитиваю, они разные, конечно, грубо говоря, в ракете стоит оптическая пара. То есть помните оптическую мышку? Вот с шариком, да, у нее, значит, была одна штучка, которая излучает свет, все это происходило через шарик, в шарике было две дырочки, и если, значит, свет проникал через обе дырочки, то он попадал на фотоэлемент, каковой фотоэлемент, начинал вырабатывать электрический ток, у есть, говорила, значит, эта самая мышка, я, значит, прошла такое-то расстояние. Вот примерно так же устроен терком, но только там могут быть разные вещи, и все это должно отражаться от рельефа внизу. И этот рельеф должен быть просчитан, то есть этот рельеф должен быть снят со спутников, там должны пролететь на самолете, и вот так вот, как оптическая мышка, это до сих пор действует, причем это действовало в самых ранних томогавках, и сейчас вся эта система, конечно, в современных ракетах дополнена системой действительно реального оптического распознавания, когда, ну вот, летит ракета, это система искусственного интеллекта, американская ракета летит, она смотрит, сверяет те фотографии, которые она берет с теми, что у нее загружено в банданках, понимает, что она летит правильно. Но это на тот случай, если вы получите GPS. Вот, конечно, тут мы идем речь о вещах, которые, ну, по своей природе не до конца известны широкой публике, потому что, соответственно, это то, что разработчики держат в секрете, но когда я обсуждала эту историю с Павлом Лузиным, очень известным военным экспертам, то Павел сказал мне, что на российских продвинутых ракетах вот этой новой системы искусственного интеллекта распознавания изображений не стоит, внимание, вопрос, почему? Ответ грандиозный, потому что для того, чтобы эта система действовала, должна существовать система спутников, которые представят фотографии в очень хорошем разрешении. Должна существовать гигантская база данных, с которой будет свериться ракеты. Соответственно, вот тут та же абсолютно проблема, что с Хаймарсами и их российскими аналогами, которые не умеют стрелять, не используются так не потому, что они совсем не умеют стрелять, а просто потому, что самое главное в Хаймарсе – это система вычисления целей, в том числе и с помощью коммерческих спутников. И здесь мы приходим к моей любимой теме о том, что западный мир, свободный мир сейчас выигрывает очень часто, оказывается, в войне первенствует даже не за счет военных технологий, а за счет гигантского количества гражданских технологий, тех же самых спутников, которые вполне себе коммерческие, но могут выполнять двойную роль. А Россия, которая там запускала слайбарс, ресурсы у нас были, какие-то военные спутники какие-то есть, ресурсы, кажется, все выработали свои ресурсы и сошли с орбиты. Но вот эта сетка спутников просто является недостаточно плотной, чтобы дать возможность в том числе и ориентироваться таким новым способом ракеты. То есть российские, даже самые продвинутые ракеты, если я… Опять же, да, здесь на сто процентов ничего не известно, но они ориентируются также, как тамагавки в 70-х, вот по российскому аналогу Теркома. А между, возвращаясь к Каспийскому морю, у Теркома есть такая особенность. Чтобы проложить маршрут этой ракеты с привязкой вот к этому рельефу, с углами отражения от этого рельефа, вы должны находиться, начинать из той точки, из которой вы его один раз проложили. То есть вот вы должны непременно, как лосось на нерест, прийти в эту точку. Поэтому даже Ту-95, которые вылетали с Кольского полуострова, они, как лосось на нерест, приходили в Каспийское море и оттуда запускали ракеты. Кстати говоря, чтобы добавить, вот когда нормально программируются ракеты такого рода, то, конечно, каждый из них программируется свой отдельный путь, ровно потому, что если они летят как стая, то их гораздо легче спить. Так вот, насколько я знаю, российские ракеты всегда летят как стая. Сначала одна, потом другая по тому же маршруту, потом третья по тому же маршруту, а потом четвертая. То ли там проблемы с программистами, то ли, значит, вот... В общем, вот это оно так. Поговорим об аспектах, взаимосвязанных с основной темой, но касающейся уже России. Слушайте, Марк, извините ради бога, это был длинный спич, и я забыла ответить на ваш главный вопрос. Да, так вот, оказалось, что у Кащея яйцо, вот его ядерное стратегическое яйцо с ракетами расположено на одном аэродроме Энгельс. И когда в этот аэродром Энгельс к вопросу о том, как со всем этим бороться прилетело, то количество запускаемых ракет, как мы видим, просто с Ту-95-х сократилось приблизительно в три раза. Соответственно, или вот, например, когда по центру пуска шахедов в Крыму прилетело, то, как мы знаем, после этого долгое время шахеды не запускались, а потом они перестали запускаться из Крыма и стали из каких-то других мест запускаться. Так что вот я думаю на месте заложного, я думаю, что вот беспилотников сейчас разных в Украине конструируется много, и вот они совершенно не случайно на крыше Министерства обороны расположили этот панцирь, и это очень правильный подход к делу насчет того же самого аэродрома Энгельс. Потому что это очень важный момент, ведь Путин, когда пускал эти ракеты, он рассчитывал произвести впечатление, какой он крутой и как у него всего этого много. И я хочу обратить внимание, что мы почему-то говорили о ракетах, которые, то есть, естественно, мы говорили о ракетах, которые запускаются. А мы забыли две очень важные вещи – ракеты, которые никогда не запускались по объектной инфраструктуре. Ведь были же знаменитые Искандеры, про которые все говорили «не смешите наши Искандеры». И вы знаете, что ни одного Искандера по объектам инфраструктуры вот за эти последние месяцы не прилетел? Почему? Да потому что они кончились. Не смеются больше Искандеры, плачут. Причем как крылатые Искандеры, вот эти вот самые 9М729, если я не ошибаюсь, так и баллистические. А, кстати, баллистический Искандер реально было бы очень тяжело перехватить. Есть еще знаменитые кинжалы, которые вообще… Ну, которые, напоминаю, это Искандер, подвешенный под брюхо истребителя-перехватчика, МиГ-31. Истребитель-перехватчик, который несет баллистическую ракету, как по любезному сравнению Романа Светана, это как Мерседес, который запрягли в телегу. Ну, ладно, запрягли, подвесили, там одна ракета, а дым истребитель, одна ракета. Тоже пугали кинжалами, что они суперские. И действительно, кстати, когда кинжал прилетел по Венеции, по аэродрому в Венеции, там, говорят, много мата стояло в эфире, потому что очень… ну, действительно, так или иначе, эта ракета развивает гиперзвуковую скорость в тот момент, когда она запускается, за счет того, что это «Искандер», плюс еще скорость самого перехватчика. Значит, всего три МиГа у России, которые было, которые оборудованы этими кинжалами, они все это время были в Белоруссии, улетали только на Новый год. Каждый… во время каждого обстрела ракетного они поднимались в воздух, героически грозно летали возле границ Белоруссии, кому-то грозили, грозили кинжалами, садились обратно, ни разу не запустили. То есть мы даже не знаем, эти кинжалы были резиновые, или нерезиновые. После этого один из этих перехватчиков сгорел, то есть сгорел у него двигатель, так что три минус один, осталось два. Теперь, значит, два истребителя-перехватчика с двумя кинжалами. Вот, как я понимаю, Алексей Резников, когда обнародовал цифры кого-чего осталось, еще некоторое время назад сказал, что у кинжалов осталось всего 40 штук. То есть, как и много бундерваффи Путина, это оружие, которое реально существует, там можно много рассказывать о том, настоящее гиперзвуковое или ненастоящее гиперзвуковое, но факт в том, что оно существует, но вот бутиковое оружие в трех с половиной экземплярах. Ну, в сорока. Вот, это я к тому, что, вот представляете, вот это сейчас на все это смотрят западные военные специалисты и говорят, а вот этим Путин собирался воевать с НАТО? Ну, это-то точно. Они сейчас уже даже и как бы больше имеются вместо Искандеров. Сейчас уже к такому моменту подошло все. Марк, у меня такой вопрос. Вот в битве с трансформаторами Путин теряет до 95% своих крылатых новейших ракет. Да. Вот у меня вопрос. А если это будет не трансформатор, который, конечно, ужасный и страшный и хорошо умеет защищаться, а авианосная группа американская? Ведь они ж там до войны писали, что американские базы под прицелом российских крылатых ракет будет, все уничтожено за две минуты. И вот как вы думаете, если не против трансформаторов, а против авианосной группы, сколько процентов он ракет потеряет? Не, ну там как бы вообще все очевидно, потому что сейчас уже понятно, что, конечно, для Запада, для его военных возможностей уже стало все очевидным. Они уже засекают цель, изучают вместе с союзниками в Украине эти ракеты, обломки они изучают. Как достигают они там объект с целью и так далее. Сейчас уже понятно, что ничего не будет. Слишком пришлось им обнажить все, что у них есть. И поэтому не понимаю, откуда вообще берется даже пропагандистский тезис о том, что они еще что-то могут. Это вообще странно. Марк, оттуда и берется. Когда у вас нет ничего реального, то у вас начинаются новости в будущем времени или рассказы, какой у вас страшный Посейдон, сейчас вот здесь вот подводный дрон всех растет. Посейдон сейчас новая тема. Да, потому что Посейдон точно, значит, в Украине не будет применяться. Значит, точно о нем можно врать. И, кстати говоря, я бы, потому что у нас, на самом деле, нам действительно надо сворачиваться. Есть одна очень важная вещь, которую надо сказать, что вся эта история про атаку на инфраструктуру, которая, как мы видим на наших глазах, просто сама собой превращается просто в беспорядочные террористические обстрелы украинских городов по принципу «куда прилетит». Так вот, вся эта история была задумана ведь начиная с чего. Вот мне еще несколько, пару месяцев назад один наш с с вами добрый знакомый, ну, человек штатский, сказал, «Юля, вы не понимаете, Путин еще не начинал». О, да. В любом смысле. Это не вам слышно. А вот сейчас он уничтожит украинское ПВО и потом пошлет бомбардировщики, и они все разнесут. И ответ такой, что вот эти, собственно, ракетные атаки и родились именно от того, что Путин ничего подобного не может сделать. Если бы Путин мог устроить ковровые бомбардировки украинских городов, он бы их и устроил, как бы устроил в Мариуполе. Нет сомнений. Вот в Мариуполе ПВО не было, висели бомбардировщики и высыпали самые обыкновенные фабы на головы и на роддом, и на драмтеатр, и так далее. И жертвы были страшнейшие. А теперь его бомбардировщики никуда обычные не могут достать. То, что вот летают вот эти вот стратегические ракетоносцы, это же то, что называется stand-off engagement. Это они прямо на территории России, даже уже не Белоруссия, потому что батька Путину отказывает. Значит, они запускают эту ракету, эта ракета летит столько туда, попадает туда-то. Или не попадает, точнее. А, соответственно, почему это делается? Запускается с территории России ровно потому, что это вне зоны действия украинского ПВО. То есть сама идея того, что давайте мы это попытаемся сделать ракетами, она была связана с тем, что стало ясно, что никакие ковровые бомбардировки невозможны. Но при этом Путину никто, видимо, в его генштабе не сказал, что парень у нас не такое количество ракет, а чтобы уничтожить украинские трансформаторы, тем более, что украинская энергоструктура. Но, в общем, советское время строилось с расчетом на ядерную войну, и некоторые элементы этого остались. Например, эти трансформаторы, единственное, во что можно попасть, потому что они открыты в воздухе, они стоят очень далеко друг от друга. В Штатах они стоят значительно ближе. Это занимает много земли, это стоит современным владельцам много налогов, но это сделало ровно за тем, что если попадешь в один трансформатор, даже очень крутой ракетой, то другой останется, а переподключиться потом. Трансформатор, кстати, это действительно очень сложная штука, потому что его 9 месяцев производить, он стоит на заказ, он стоит гигантское количество денег, 8 миллионов долларов или около того. То есть, когда Путин был не такой глупый, когда он задумал этот план, а вот что можно сделать такое, что действительно, если вынесет, то отключить инфраструктуру. Но, в общем, он как-то, как мы сейчас видим, не соразмерен. И, судя по всему, это моя личная гипотеза, что вот этот новый тренд заменять ракеты, которые хотя бы теоретически попадали в трансформаторы, всяким ракетным ссором типа С-300 или, допустим, той же самой С-400, которая вообще там супердорогая, чтобы она прилетела по Киеву, и штучная, в отличие от С-300, которых 70 штук, и Х-22, которые мы только что обсуждали, это делают ровно за тем, чтобы доложить Путину, осмотрите, нашу ракету не спили. Да, логично. Юля, спасибо огромное, но я надеюсь, скоро увидимся и еще раз обсудим все эти вопросы. Да, у меня есть единственный дисклеймер, что если я что-то не совсем то сказала насчет Теркома и насчет систем навигации современных российских ракет, господа, поймите меня правильно, к сожалению, те вещи, которые не пишут в книжках, и вот то, что мне говорят, я со ссылкой до экспертов это говорила, со ссылкой Павла Лузова, то я и повторяю, может быть, в этом рассказе есть какие-то неточные. Возможно. Я хочу сказать, что это огромное... Прошу писать, что называется, комментарии. На самом деле, люди не всегда понимают, что переработка информации, ее подача, форма – это тоже профессиональное занятие. То есть, когда говорят о том, что пришлите нам ракетчика, и ракетчик часто при всем профессионализме не может, к сожалению, аудитория довести вот это непонимание. Часто ловит в ловушку людей, и они часто думают, что тот, кто взял на себя труд переработать это все, как-то удобно, в общем, удобно, это отдельная специальность, поверьте. Так что можно не получить образование профессиональное, соответствующее, но довести, подробно рассказать, это тоже отдельное мастерство. Так что здесь нужно сочетать эти вещи. Но это обычная история. Не сразу доходит, потом... Все равно, Юля, спасибо огромное. Мы, так сказать, благодарим, и скоро увидимся. Спасибо, до свидания. Да, всем всего доброго.